Всем привет, это Кай. Пришли наконец-то мои долгожданные посылки. Первая, вот небольшая с PlayAsia и большая ZenMarket, которую я ждал дольше всего. Значит, с ними связаны отдельные истории, сейчас я вам про них расскажу. Но для начала, краткий дисклеймер. К сожалению, когда я записал это видео и начал уже заливать его на YouTube, выяснилось, что почему-то по какой-то причине не сработал микрофон и у меня не записался звук, поэтому звук я сейчас записываю отдельно с микрофона, уже после того, как распаковка прошла. Поэтому у меня, к сожалению, сейчас будет видео и звук не совпадать. Это очень обидно, но тем не менее. Итак, значит, у меня было две посылки. Значит, одна с PlayAsia, вот эта вот маленькая, там SRV30, которую я долго ждал. И вторая сзади большая с ZenMarket, которую я еще летом отправлял, 22 июня месяца. Значит, что здесь по доставке? Значит, с PlayAsia у меня достаточно хорошо все доставилось, поскольку я брал доставку FedEx. К сожалению, очень дорого, 50 баксов стоила доставка. Это по нынешнему курсу примерно 3500 рублей с копейками. Доставка же ZenMarket мне обошлась 4000 йен, доставлял морем. 4000 йен это по нынешнему курсу примерно 2500, 2500 рублей. То есть, где-то на 1000 дороже разница. Но при этом доставка морем, она шла какими-то совершенно адскими путями. Очень и очень долго. Там все это шло. Сначала посылка сидела в контейнере примерно 3 месяца до сентября. То есть, июнь, июль, август. Где-то в сентябре только пошло движение. И вот уже сентябрь, октябрь, ноябрь. В ноябре, 10 ноября сегодня это число. Я ее получил посылкой с PlayAsia. 28 октября вышла игра. Сама 28-29 плюс на выходных 30-31 PlayAsia делала ничего примерно. Наконец мне 2 ноября ее отправили, передали FedEx. И вот 9-го я ее получил. На самом деле, я могу получить ее 8-го. А да, вот я сейчас считаю месяцы. Это мне посылка за маркетом полгода почти шла. Из-за всего этого. А посылка с PlayAsia получилась, которая дороже на 1000 рублей доставка была. Она дошла, получается, со 2-го по 10-е. Точнее, даже по 9-е. Это, дай бог, неделя. На самом деле, я бы его 8-го тоже получил. Просто 8-го у меня пытались ее доставить на дом. А потом у меня просто-напросто с курьером передоговорился, чтобы он меня на следующий день доставил на работу. И поскольку FedEx нормальная компания, они, соответственно, мне взяли и доставили на работу. Я ее получил вчера. А вот посылка за маркетом сегодня. Итак, да, давайте начнем вскрывать уже. Я вижу, тут на видео я уже вскрываю. Упаковочка, собственно, под ровно один диск от PlayStation 4. Тут, в принципе, никаких откровений. Посмотрим, что PlayAsia мне положила еще. Да. Давай, вскрывайся. Да, ну, попью пока водички. Итак, да, собственно, вот игра. Сам дисочек и дополнительно к нему наклеечки PlayAsia. Значит, такая золотистая и с маскотом ихним. В принципе, приятно, больше ничего там в коробке нет. Убираем коробку, смотрим на сам диск. Так, значит, вот эта наклейка у нас говорит о том, что внутри есть код на DLC-шку бесплатную по предзаказу, поскольку я ее предзаказывал игру. Ага. Угу. Так, не бликуй. Я сказал, не бликуй. Да, вот примерно так выглядит коробка физического издания для PlayStation 4. Ну, и вид спереди. В принципе, обложку-то все видели, я думаю, уже кому надо. Поехали к большой посылке. Значит, поскольку она шла мне уже, дай бог, полгода, ну, чуть меньше полугода, то я уже и сам забыл, что там внутри лежит. Я помню, что там внутри лежит две модельки собственных Hikibine, которых Hikibine Mark II и Mass Produce. А вот что кроме них, не помню уже. Посылочка весит довольно много. Четыре с небольшим килограммом. Там, скорее всего, из-за бумаги. Из-за того, что там лежат. Я помню, какие-то журналы я точно заказывал. Скорее всего, NewType. Скорее всего, это из-за них так много она весит. Но давайте уже, наконец-то, ее вскроем. Так, сейчас пойдем с этой стороны открывать. Жалко, вы эти звуки не слышите, что они не записались на микрофон. Звуки обрезания скотча. Так, и с той стороны еще. Звук. Да. Да-да-да. Так, все, коробка открыта. Дальше, я думаю, ее можно убрать в сторону и доставать уже оттуда вещи в кадр. Сейчас, что я и сделаю. И мы, наконец, посмотрим, что же мне пришло. Так. Поехали. И самое, что лежало сверху, это у нас. Это у нас. Ну, давай, доставай. Ну, доставай, камон. Что ты там копаешься? Это у нас NewType. Сейчас узнаем, какие конкретно номера я заказывал. Это Mandrake, естественно. Магазин. Они все так неплохо упакованы. Внешняя упаковка явно от Zen Market. А вот внутренне уже, я думаю, от магазина будет. Так, достаем. Тут три номера. Так. Это у нас шестой за какой год? Шестой за девяносто пятый год. О май гад нас. По-моему, я там на обложке что-то там с Mamoru Nagano связано. Окей. Девяносто пятый. Это у нас пятый майский за девяносто шестой уже. Я там посмотрел по своему списку чуть позже и понял, почему я заказывал именно эти номера. Потому что у меня, собственно, до пятого за девяносто шестой есть. Точнее, есть предыдущие номера до третьего. Первый, второй, третий. Вот четвертый, пятый еще пришли. Четвертый тоже за девяносто шестой. Так, отложим в сторону и смотрим, что дальше. Дальше я помню, тестовал модельки. Собственно, первый у нас будет Hukibain. Сейчас он появится в кадре. Да, значит, какой это именно? Это у нас MassProducer. Там уже видно. Сейчас я его вскрою и мы увидим, как следует коробку. Та-дам! 0.09 код. RTX 0.09 код. Это Bukia серия, второй номер, кстати, в этой серии. Первый, это обычный Hukibain. Hukibain, простите. Это у нас MassProduced. Но когда соберу, сравним, как они будут по сравнению друг с другом выглядеть. Так, смотрим. Боковые стороны коробки. Цвет-то точно отличается. Вот сам дизайн. Там явно есть какие-то небольшие изменения. Увидим. Увидим. Так, и поехал к Bine Mark II. Да, вот он он. Что смешно, как мы узнаем впоследствии. Это его порядковый номер по серии. Но об этом чуть позже. Сейчас давайте вскроем коробку. Так. Осталось недолго. Еще чуть-чуть. У нас уже RTX 10.1. Макуицы. Та-дам! Давайте взглянем на коробку более подробно. Мало что-то вот полиэтиленовые штучки бликуют. Это уже упаковка от The Market, скорее всего. Ладно, потом их уберу. Так, на боковушках значит тут у нас вот так он выглядит. Будет точнее выглядеть в сборе. Ну, это уже походу упаковка все-таки от продавца. Отлично. Сейчас давайте достанем Mark III, чтобы посмотреть, как он выглядит. Что смешно, я Mark III заказывал-то довольно сильно позже, чем вот эти первые два. Но пришел он мне гораздо раньше, потому что я его заказывал в нормальной доставке, по няме. Поэтому Mark III у меня уже есть. Но его я достану чуть позже. Сейчас у нас последний лот, который есть здесь. Это манга. Собственно, тоже 2 килограмма в вес посылки явно внесла манга. Это у нас Gundam EXO, вторая серия EXO VS. Сколько томов сейчас посчитаем. Когда вскроем тег. Давайте посмотрим тома. Сколько их тут всего. Я сказал, посмотрим. Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь всего. То есть, всю серию я купил. Сейчас давайте ее разделим и посмотрим обложки номеров. Непосредственно. Так. Полиэтиленчик. Рвется. И томики достаются. Значит, первый томт у нас. Банаджа. Банаджа. Так. Это у нас. Гай почему-то на фоне синий острей. Интересно, в какую иронию залезли. Этого я не опознал чувака. Кто это, блин, вообще? Что здесь происходит? Боже. Будем читать. Узнавать. Ну, понятно, темная сессия. Так. Дальше у нас что? Ну, понятно, светлая сессия. Разумеется. Разумеется. Дальше. Шестой томик. Это у нас. Это у нас мистер спойлер. Который мы все знаем, кто играл. Поэтому не спойлер. И, конечно же, на седьмом томике Леус у нас сессий. Так. А теперь, кажется, я пойду доставать коробку третьего шокебайна, чтобы сравнить ее с этими двумя. Сейчас. Сейчас все будет. Я сказал, сейчас все будет. Да, вот она. Так. Она, как ни странно, по номеру 007. У второго 014. То есть, получается, второй байн выходил позже третьего. Очень интересно. И, кстати, по цене вот эти вот первые два стоят дешевле в сумме, чем третий. Такие дела. Такие дела.